Привет, друзья! Меня зовут Регина Бакирова, и мы начинаем наш второй день бесплатного марафона мобильной фотографии. И наш второй урок называется «Композиция и раскладка». Раскладка — это когда мы снимаем предметы строго сверху. И так как обычно мы смотрим на мир под углом, и снимаем мы тоже обычно под углом, нашему мозгу становится непривычно разглядывать знакомые предметы под новым ракурсом. А еще предметы в раскладках благодаря такому углу не искажаются. Вот посмотрите на тарелку, снятую под углом, какая она вся вытянутая, и какая она идеальная, когда мы снимаем ее ровно сверху. Это искажение предметов из-за наклона телефона называется искажением перспективы. И если вы еще не смотрели наш вчерашний урок, обязательно его посмотрите на моей странице и выполняйте по нему домашку. Да-да, еще можно, до самого конца нашего марафона вы можете присоединиться. Часто от вас я слышу, что классно снимать мешает нехватка идей. Так вот, с помощью раскладок можно оригинально снимать как предметы, так и людей. Часто можно увидеть в рекламе, а наш любимый Уэс Андерсон постоянно прибегает к ним в своих фильмах. И этот урок на самом деле гораздо глубже, потому что недостаточно просто раскидать предметы. Нужно, чтобы они гармонично смотрелись все между собой. Вот у Уэса миллион предметов, но при этом никакого хаоса. И к этому нам и нужно стремиться, и в этом нам помогут композиционные приемы. Про первый прием многие из вас уже слышали, и это золотые сечения. Это такие две вертикальные и две горизонтальные линии, которые делят наш кадр на три одинаковые части по горизонтали и три по вертикали. По сути, это та самая сетка на нашем телефоне, которую мы включали с вами вчера. И она помогает не только ровно держать телефон, но и выстраивать композицию. Так вот, считается, что кадр становится интереснее, если объекты мы располагаем не ровно по центру, а в одной из этих третей. Возможно, вы замечали иногда в портретах, которые снимают фотографы, то, что модели располагаются не по центру, а немножко сбоку кадра. И посмотрите, я тоже сижу перед вами, да, по центральной линии, но линия моих глаз, ключевая, которая с вами взаимодействует, находится в верхней трети. А вся же стекуляция руками, которая тоже привлекает внимание, находится в нижней трети вот этой сетки. То есть я не сижу перед вами вот так по центру кадра. Следующее это точки внимания. Это вот такие точки, в которых пересекаются наши золотые сечения. И вот считается, что если уж на них располагать предметы, то это вообще самые классные точки в вашей фотографии или видео. Следующий прием, который я очень сильно люблю, называется прием диагонали. В любом кадре можно провести диагональные линии от разных углов кадра. И считается, что диагонали придают кадру динамику, такое движение. И, конечно же, диагонали могут быть не только от углов кадра, но и в любых точках фотографии. Часто это используют в спортивной, архитектурной, фэшн-фотографии. И, кстати, это любимый прием одного из известнейших легендарных фотографов Родни Смита. И он использовал вместе с диагоналями еще один интересный прием. Это центрирование. То есть расположение главных объектов по центру фотографии. Как вы видите, этот прием уже противоречит первому, который мы изучили, про расположение в третях. Поэтому я и говорю, что правил нет. Есть только разные приемы, и мы ими вот так жонглируем. В каком же случае стоит использовать центрирование? Когда у вас фотография максимально симметричная. То есть правая и левая части, верхняя и нижняя максимально зеркалят друг друга. Конечно, еще глубже в композиционные приемы мы погружаемся на нашем полном курсе за два с половиной месяца. И, кстати, уже вот-вот 11 февраля я презентую нашу головокружительную обновленную программу на прямом эфире с проверками ваших работ. Так что обязательно приходите. Там можно будет занять место по лучшим ценам. Но даже используя вот эти приемы, вы уже можете сильно улучшить свои фотографии. Тем более мы сейчас закрепим все практикой. Но перед этим правило номер один. Протираем начисто линзу нашего телефона. Мы сейчас с вами, друзья, будем делать раскладку. Как всегда, через мой телефон вы будете видеть все, что у меня происходит. И мы сейчас посмотрим на три главных фактора, которые делают раскладку классной. Итак, первое. Нам нужно снимать с боковым светом от окна. Смотрите, как я близко к нему стою. Если у вас пасмурно, вам кажется, что темно, то снимайте прямо на подоконнике. И если вы вообще будете снимать ночью, тогда используйте также не верхний ламповый свет, а поставьте какую-то лампочку рядом с вашей раскладкой или ваш фонарик на телефоне, чтобы свет по-прежнему был боковой. Так как именно вот этот боковой свет будет давать самый красивый светотеневой рисунок. Такой вот, видите, с переходами светотеневыми. Мы это подробнее изучим на курсе про то, как работает свет. Но сейчас вам важно хотя бы запомнить, снимать предметку с вот таким боковым светом от окна. Второе, что нам понадобится, это предметы, которые все собраны не хаотично, а объединены какой-то тематикой. Я, например, собрала все предметы, которые я максимально люблю. Вот контакт с ними прямо полностью дает мне чувство, что это мои любимые вещи. Предметы, которые я люблю, это, например, книги старые, мои любимые украшения. Вот такой прекрасный сервиз. Ребята, с Кузо, если у вас нет такого сервиза, я знаю, он великолепен, но вместо него можно использовать любой другой абсолютно сервиз, потому что любые чашечки в раскладках красиво смотрятся. Любые. Особенно однотонные белые. Еще я приготовила цветы, мои любимые белые тюльпаны и фотоаппарат, потому что я тоже его очень люблю. Но посмотрите, все у меня здесь такое суперсветлое, а фотоаппарат черный, и это будет такое дурацкое черное пятно на фотографии, поэтому камеру я отложила. А вот в эту раскладку я беру кое-что другое. Я беру свой iPhone 6s, который как раз по цвету идеально здесь ко всему подходит. Так что выбираем и любимое, и подходящее друг к другу. И еще для раскладки желательно, чтобы предметы были достаточно плоскими, потому что если это будут у нас стаканы высокие, вот такие стоящие, то на раскладке они будут не очень смотреться. И даже если вы используете какую-нибудь, не знаю, красивую бутылку вина, лучше ее не ставить вот так, а положить лежа в нашу раскладку. И, наконец, следующее очень важное, это однотонный фон. Потому что у нас и так много будет предметов на раскладке, и если у нас еще и фон будет в разноцветный рисунок, не знаю, клеенка, например, да, с рисунком, то наши предметы будут просто теряться. Поэтому мы берем однотонную ткань, например, это может быть простынь, у меня это рубашка, и вот такой однотонный свитер. И сейчас я вообще отставляю телефон, и начинается моя такая медитация, когда я просто творю какую-то красоту, от которой даже без фотографий уже получаю огромное удовольствие. Так, это ты... Вот так я разложу рубашку, немножко оставлю на ней складки, потому что я их люблю, опять же. И дальше буду расставлять предметы. Сначала я сделаю по принципу золотых сечений и точек внимания, а потом сделаем с вами еще центрирование. Итак, один из интересных секретов раскладок в том, что большие предметы, например, такие как книга, нам не обязательно брать в кадр целиком. Мы можем, например, крытую книжку расположить где-то сбоку, так, чтобы только часть этой книги попадала в наш кадр. И посмотрите, я сразу расположила ее по такой диагонали, о которой мы говорили с вами в теоретической части. Вторую книгу я могу расположить с противоположной стороны в одной из точек внимания. Она гораздо меньше по размеру, и она очень классно сюда вписывается. А еще между этими двумя книгами образуется еще одна визуальная диагональ. И это уже делает нашу композицию достаточно гармоничной. Дальше я беру свитер и добавляю его, может быть, вот с этого угла. Но мне сейчас немного не нравится, что у меня внизу как будто бы два предмета такие хаотичные, а здесь один лежит ровно. Может быть, эту книгу я совсем уберу и в левый верхний угол как раз-таки расположу свой свитер. Тоже мне хочется, чтобы он максимально небрежно лежал. Допустим, вот так. Теперь два самых крупных предмета у меня расположились по двум углам кадра. И между ними та самая визуальная диагональ, очень здорово это выглядит. Теперь я хочу заполнить вот эти вот участки кадра. И сюда я как раз расположу свой великолепный сервиз. Простите, ребята, простите еще раз. Я знаю, что он великолепный. Других чашек попроще не осталось, потому что они все разбились. А этот я вот просто ценю как зеницу ока. Он, естественно, хранится не на кухне, поэтому он цел. Видимо, чтобы сделать кадры попроще и показать, что с простыми стаканами тоже красиво можно, я буду вместе с вами на марафоне выполнять на 6С, кстати, как раз эту домашку и сниму с чем-нибудь более простым. И теперь мне нужно что-то еще вот в эту область. И, знаете, я могла бы, может быть, добавить вот эту штуку, но как будто бы вот с этим рисунком она какая-то слишком современная. И хочется мне сюда что-нибудь другое. Может быть, даже просто пару печенек. А вот дальше у меня еще есть такая горка украшений. И знаете, что я придумала? Я вообще думала в стакан налить молоко, чтобы у меня все оставалось в таких беломолочных тонах. Но сейчас я подумала, а что если просто положить туда вовнутрь свои украшения? Мне кажется, они там очень хорошо будут смотреться. Тем более, что белые стенки они отсвечивают белым цветом и сами украшения внутри тоже хорошо видны. Дальше хочется сделать так, чтобы прям что-то наполовину было в стакане, наполовину выходило из него. Так, эти две цепочки мне окажутся все-таки лишними. Я их уберу и оставлю только вот эту белую с жемчужинками. И, в принципе, даже на вот этом можно спокойно взять и сделать кадр. И вот такая раскладка по всем правилам третей у нас получилась. И, конечно же, я слежу максимально внимательно за тем, чтобы телефон у меня был ровно, параллельно моему столу. Потому что если я начну делать вот такие наклоны, то сразу же этот наклон будет заметен. И предметы, которые ближе к кадру, станут визуально гораздо крупнее. Те, которые дальше, станут слишком мелкими. Под углом снимать неплохо. Так тоже можно. Но это будет уже другой эффект. Так, я же хотела еще использовать телефон. Можно его как раз расположить вот в этой левой части экрана. Обратите внимание, вот сюда здесь как будто бы образовалось такое черное пятно. Это черный цвет, который отсвечивает от моего пиджака. И чтобы его убрать, мне нужно просто открыть пиджак. Посмотрите, какое сейчас вот тут будет чудо. Оп! И это черное пятно разгладилось. Посмотрите, какое до-после, до-после. Насколько сильно меняется изображение. Поэтому то, в чем вы снимаете предметку, тоже имеет огромное значение. Здесь еще хотя бы нейтрально черный. А если бы я была в чем-то ярком оранжевом, здесь вообще было бы большое оранжевое пятно. И я, пожалуй, вообще сниму пиджак, потому что мне хочется добавить в кадр еще руку. Рука всегда очень классно оживляет фотографию, так как наше внимание всегда цепляет что-то живое в кадре. И если даже это не целиком человек, а хотя бы только его часть, да, рука, это тоже будет действовать как что-то живое в кадре. Поэтому если вдруг ваши домашние животные или дети будут лезть руками в кадр, вы их ни в коем случае не выгоняйте. Руку я держу не вот так вот прямо, а ребром к себе. То есть краешком ее кладу и пальцами делаю такой веер. Казательный палец у меня прямой, остальные потихоньку сгибаются и большой палец прямой. И вот такой кистью слегка, только пальцами касаюсь предметов и ни в коем случае не обрезаю кисть вот так вот по суставу, иначе будет казаться, что это такая отдельная кисть, как в семейке Адамсов. Обязательно захватываю немножко еще часть руки. Вот такая раскладка у нас получилась с точками внимания. А сейчас попробуем сделать симметричный кадр, центрирование. И теперь что я сделаю? Мы помним, что в центрировании нам важно, чтобы кадр был повторяющийся, справа и слева, максимально зеркальный. Открою книгу посерединке, чтобы можно было вот сюда по центру поставить мою чашечку. И потом возьму свитер и вот так еще с двух сторон, как будто бы им, эту чашечку обниму. Вот что у меня сейчас получилось. И такой кадр, на мой взгляд, он смотрится как раз таки хорошо, несмотря на то, что предмет у нас по центру, а как раз таки даже благодаря этому. Попробуем добавить цветы. Ну вот, смотрите, с той стороны у нас цветочки стремятся сюда, а с этой стороны я могу протянуть руку к этой чашке. Правда, при таком раскладе как будто становятся немножко пустые правая и левая сторона. И плюс еще, так как свет идет с той стороны, то от цветов у нас слишком большая тень образуется вот здесь. Поэтому мне нужно цветы либо немножко подвинуть, чтобы они на книгу не отбрасывали такую видимую тень, либо, может быть, переложить на эту сторону. Но вот я их подвинула, и та большая тень уже пропала. Теперь можно сделать еще один кадр. И еще один пункт, почему этот урок очень терапевтичный. У кого-то из вас может оказаться так, что предметов, которые нравятся, вообще нет под рукой. И здесь хороший вопрос, почему вы окружены только тем, что вам на самом деле не нравится, и что вы даже не хотели бы снимать. Но это не повод садиться и посыпать голову пеплом от горя, а это возможность, во-первых, взять и подумать. Хорошо, что я могу сейчас делать и потихоньку добавлять в свое окружение, чтобы меня начали окружать вещи, которые я люблю? Это первое. А второе, всегда классно быть человеком, который умеет находить что-то классное в той ситуации, в которой он находится. И посмотрите, может быть, даже если вам кажется, что ничего классного нет вокруг, что-то вы все-таки найдете. Может быть, вы соберете предметы, которые связаны для вас с людьми, которых вы любите. Например, рубашка мужа и его кошелек. Может быть, какую-то газету, которую он читает. И вот уже у вас получится классная раскладка, наполненная тем, что вы любите. А может быть, вы сможете найти что-то фотогеничное среди вещей вашего ребенка, которые он разрешит вам взять. И таким образом сделайте раскладку, наполненную любовью и красотой. Ну и напоследок, давайте-ка мы сделаем с вами на 6С тоже кадр. И сравним телефон 2023 года и 2015. Господи, ребята, должна вам сказать, что цветопередача у 6С мне нравится даже больше. Какой же он сладенький, лапушка-телефон. Очень. С него началась моя любовь огромная к мобильной фотографии и до сих пор его обожаю. Очень жду работу от каждого, потому что знаю, какую красоту вы тут будете снимать. Напомню, что каждый, кто выполнит все три задания, марафоны, простые условия под этим постом, участвует в розыгрыше красивых, вручную подписанных от меня открыток из Италии. И помните, пожалуйста, что главное не сделать лучше всех, а начать. И тогда прослушанное в 10 раз лучше у вас усвоится. Даже если с раскладкой не выходит, на ваш взгляд, шедевр, ну и черт с ним. Если вы не начнете, то точно ничего не выйдет, потому что единственные плохие фотографии это не сделанные фотографии. Ну и не выложенные в нашем марафоне. Так что снимайте раскладки, выкладывайте с нашими хэштегами, отметками все, как написано под этим видео и приходите на прямой эфир с разборами и презентацией курса. Его время и как на него попасть также описано в тексте под этим видео. Вы невероятные. Всех обнимаю. Жду встречи на нашем эфире. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok